Добрый день всем! Мы очень рады приветствовать вас на вебинаре Visiology, посвященном инструменту Smart Forms. Сейчас пока все подключаются. Немного подождем. Сегодня спикерами нашими будут Иван Вахмянин, соснователь, генеральный директор Visiology, и Алексей Шипилов, руководитель направления Smart Forms. Так, давайте еще немного подождем. Пару минут буквально. Можете пока написать в чат, видно ли и слышно ли нас хорошо. Может, вы видите что-то лишнее, и нам нужно это срочно скрыть. Отлично, видно и слышно. Отлично, Иван, тоже добрый день. Иван, я думаю, можно потихоньку начинать рассказывать. Да, Ирина, спасибо за представление. Коллеги, всем добрый день. Рады вас приветствовать. Сегодня мы проведем для вас вебинар по Smart Forms и расскажем о том, как этот инструмент может помочь решить разные задачи бизнеса. Причем покажем это на конкретных примерах. То есть меня вот Ирина уже представила. Меня зовут Иван Вахмянин. Я генеральный директор сооснователь компании Visiology. И со мной Алексей Шипилов, руководитель направления Smart Forms. На самом деле большую часть вебинара будет рассказывать и показывать именно он. И как раз на конкретных примерах, на конкретных практических задачах он покажет, как это работает. А я сейчас расскажу некоторую вводную часть для тех, кто с нашей компанией знаком, может быть, меньше, чем другие. Мы российская компания, и наша миссия – помогать внедрять управление на основе данных. Ну, в принципе, помогать компаниям и госорганизациям управлять, принимать управленческие решения на основе данных, а не только на основе интуиции. И для этого у нас есть три направления деятельности – экспертиза, экосистема и продукты. Экспертиза – это наша работа по, скажем так, сбору лучших практик, лучших методик по именно внедрению управления на основе данных от технических до управленческих задач, на основе которых мы проводим обучение различные, мероприятия, вот как эти вебинары, так и на самом деле более крупные. Например, вот ближайшее будет у нас в ноябре наш традиционный вираж. Всех, кстати, приглашаем. И база знаний, которую мы тоже делимся в разных форматах. Например, вот были участниками написания учебника 4CDTO для директоров по цифровой трансформации в части именно BI – бизнес-аналитики. И вот одним из новых направлений у нас является обучение для топ-менеджмента по внедрению и использованию управления на основе данных, которое мы делаем совместно с коллегами из Института бизнес-аналитики. Вот если эта тема интересна, то тоже будем рады обсудить. Второе направление – это экосистема. Ну, то есть понятно, что тема эта непростая, один в поле не воин. И здесь мы как раз всегда готовы, даже если мы сами что-то не делаем, то посоветовать кого-то на рынке, кто это делает лучше всех. Как технологических партнеров, то есть, например, нужна вам система для обработки больших данных. Для той конкретной задачи мы можем посоветовать, соответственно, к кому пойти. Нужна интеграция с 1С тоже без проблем. Нужна какая-то продвинутая обработка данных, нужна геоаналитика. Мы сами этим не занимаемся, но мы знаем, к кому пойти, с кем уже есть интеграции хорошие и так далее. Соответственно, интеграторы по разным направлениям. То есть, если вы не своими компетенциями внедряете, а, соответственно, привлекаете интегратора, то, соответственно, у нас тоже есть достаточно много партнеров. Ну, здесь как бы важно не количество, а скорее качество. И здесь мы тоже готовы посоветовать. И, соответственно, по подбору кадров, готовы помочь. И также вот развиваем направление взаимодействия с образованием. Поэтому, если среди участников есть представители образовательных учреждений, тоже готовы обсудить сотрудничество. Ну, и основное, про что сегодня пойдет речь, это третье направление, продуктовое. И здесь основной наш продукт – это аналитическая платформа Visiology, которая является такой, скажем так, цифровой инфраструктурой для управления на основе данных. И который состоит из двух основных, ну, не знаю, частей, что ли, функциональных. Первое – это Visiology Dashboards. Это инструмент аналитики, отчетности, распространения данных среди сотрудников компании. Такое единое окно доступа к данным, которое позволяет от мобильного до видеостены там любую аналитику проводить. Как правило, в этом случае используются загруженные данные. Этот инструмент, в него загружаются данные из других IT-систем. И второе направление, про которое как раз сегодня пройдет речь, это Visiology Smart Forms. Это инструмент, который позволяет решить проблему, когда есть данные, которые, скажем так, но они еще не автоматизированы. То есть в любой компании, вот мы это видим много, постоянно, и тут как бы нечего, не знаю, стыдиться даже, да, что мы видим, что в любой компании от самых маленьких до огромных организаций федерального уровня, огромная часть данных циркулирует в каких-то вот Excel, которые кто-то делает, там, разного уровня сложности, простых, там, до, там, с огромных, с формулами, с VBA-скрипты и так далее, и использует, там, для того, чтобы собирать какие-то данные. То есть их рассылают, их потом собирают, их потом консолидируют вручную или, там, в разном полуавтоматическом режиме. И во многих случаях, не во всех, но во многих, это вызывает проблему. То есть это долго, ну, то есть вот мы разослали множество форм, нужно изменить какой-то показатель. И, соответственно, это целая, там, история. Это трудоемко, потому что это надо отправить, проверить, собрать, позвонить тем, кто не отправил, проверить, что никто не испортил какие-то данные за прошлые периоды. Ну, естественно, не все, и можно вручную заметить, возникают ошибки. Поэтому вот есть объективно такие бизнес-процессы, которые, с одной стороны, Excel уже переросли, и в Excel их делать уже, ну, невозможно. А с другой стороны, загонять их в полноценную систему ERP, это тоже, ну, как правило, там, может быть, просто слишком долго, слишком дорого. То есть вот нам нужно собрать завтра данные. А через неделю у нас будет уже другая задача. То есть автоматизировать это на уровне ERP, там, 1С, SAP, это просто нецелесообразно. Соответственно, вот и таких задач много. Вот Алексей про некоторые сегодня расскажет, но вот и про то, как, собственно, их можно за несколько простых шагов решить с помощью инструмента Visiology Smart Forms, в котором можно создать непосредственно в нем справочники, настроить формы, настроить различные правила проверки, расчеты, настроить регламент сбора этих данных. И, соответственно, буквально вот это все можно сделать за очень короткое время. По сути, сегодня Алексей практически вживую покажет, как такая задача решается. И, соответственно, за счет этого мы достигаем гибкости этого процесса, что мы сегодня у нас какая-то одна вводная, завтра другая, мы можем быстро перестраивать, и пользователи это сразу все получают, видят. Достигается прозрачность, потому что хранится полный аудит, мы можем проследить кто, как, откуда, какая ячейка данных взялась, кто ее поменял, когда, кто ее согласовал и так далее. И управляемость. То есть мы видим, мы можем создать бизнес-процесс, по которым это все идет, чтобы переносить ответственность с одного человека на другого, с одного подразделения на другое. То есть чтобы, например, к руководству попадали данные уже утвержденные финансовым директором, например. И, соответственно, облегчить процессы проверок и так далее. Вот. И, как я говорил, различные задачи можно на этом инструменте решать. Вот лишь несколько примеров. Например, вот компания, русская медная компания, делает на этом инструменте загрузку и консолидацию управленческой отчетности по всем предприятиям группы. Причем прямо в этом инструменте реализованы у них и ввод корректировок, согласования и трансформации до МСФО. Соответственно, в госорганах тоже часто применяется. Вот, например, в институционный центр ХМАО используют это для сбора различных показателей со школ, с муниципальных образований, с подведомственных учреждений. Там вот как раз тоже GIAO очень серьезный, потому что прилетает какое-то постановление, его надо срочно выполнить. Это очень важно, причем собрать данные качественно. И там вот инструмент работает на полную. И в Россети. Там, например, отчетность, тоже сбор отчетности по зависимым обществам, но не финансовый, не только финансовый, но и показателей в натуральных единицах. И это тоже частый случай, когда собираются информация по показателям от, не знаю, кубометров бетона до количества вакцинированных сотрудников. То есть вариантов много. Есть уже как раз с кем пообщаться на тему каких-то готовых, скажем так, уже проработанных решений. И вот Алексей в конце своего рассказа задаст такой вопрос. Мы планируем эту серию вебинаров по SmartForums продолжить и делать следующие серии, как сказать, уже совместно с нашими заказчиками и партнерами. И вот если будет здорово, если вы напишите, ну вот сейчас подумаете, а в конце вебинара напишите, какие конкретные бизнес-задачи вам хотелось бы посмотреть. И мы тогда, соответственно, поговорим с теми, кто, возможно, уже эти задачи решал, позовем их на вебинар и попросим рассказать. То есть как, например, решалась задача мониторинга эпидемиологической обстановки в крупной компании, например, или что-то другое. То есть вот какие-то идеи будут возникать, можно прям сразу их тоже писать в чат. Мы их все обязательно посмотрим и, соответственно, спланируем следующие серии вебинаров. Ну, на этом у меня все. И я готов передать слово Алексею уже непосредственно для такой практической демонстрации, как это реально работает на практике. Да, спасибо. И прошу. Коллеги, всех приветствую еще раз. Давайте начнем. И сегодня мы будем рассматривать историю компании. Компания крупная федеральная сеть, которая занимается продажей электронной техники. Компания купила небольшие региональные компании, в которых уже был налажен свой процесс продаж, но в этих компаниях не налажен процесс сбора отчетности. Варианты могут быть различные. Возможно, нужная отчетность вообще, в принципе, отсутствовала или собиралась в ручном режиме. В некоторых компаниях был процесс сбора отчетности, но этот процесс был свой и слабо ложился на потребности головной компании. Также в части компании существующее программное обеспечение фиксирует продажи только в момент отгрузки от склада, как пример. И, соответственно, данные в отчеты попадают сильно позже фактической продажи. При этом бизнес хотел бы видеть реальные показатели по факту продажи, а не отгрузки. Ну и, собственно, каких-то таких производных отличий от компании-компании может быть множество. Варианты решения. Каким образом можно решить задачу сбора общей отчетности? Это использовать в ручном режиме Excel файлы, либо автоматизировать уже существующие сроки. Но здесь есть сложности. При использовании Excel файлов можно получить какие-то ошибки расчетов, дублирование данных. Передавать файлы в ручном режиме – это довольно-таки трудоемко. Внести какие-то корректировки, формат отчета тоже не представляется возможным. Приходится сразу собирать все заново. В случае с автоматизацией существующего софта, это требует ресурсов как временных, так и денежных. И, возможно, какие-то ограничения от производителя софта, в принципе, на добавление и расширение функциональности. Что умеет визиологи SmartForms? SmartForms помогает решить поставленную задачу в короткие сроки. Система позволяет настроить сбор за несколько часов и в тот же день получить готовую отчетность. Я буду демонстрировать три мини-задачи. Это создание справочников, реестров и ввод данных по отчетам, настройку расчетов в реальном времени, внутри отчетов и сбор сводной отчетности и введение отчета по какому-то бизнес-процессу. Это как согласование справочных данных, так и согласование первичных сводных отчетов по продаже. Первая задача – это сбор отчета о продаже с каждого менеджера. Предположим, у нас есть справочники филиалов, то есть каждый филиал. В филиале есть отделы и должности, должности продажников, которые продают товары, есть покупатели, которые обращаются к продавцам, фиксируются обращения и, собственно, показатели по каждому из обращений. Давайте продемонстрирую, как это создать в системе SmartForums. Переходим в панель администратора и начинаем создавать справочники. Например, у справочников филиалов. Здесь, на этом этапе, мы можем настроить сам тип справочника, будет ли он показан на главном экране для введения новых записей конечным пользователям, который управляет составом филиалов, и настроить атрибуты, характеризующие филиалы. Доступны шесть типов атрибутов – строковые, текстовые, числовые и ссылка на другой справочник. Также можем задать настройки этого атрибута, настроить, что этот атрибут будет заголовочным, то есть будет отображаться значение именно этого атрибута во всех интерфейсах. Можем сделать группировку по этому полю и дополнительная настройка технического характера. Значение будет попадать в часть уникального ключа, требования к уникальности и обязательности для заполнения. Добавили атрибут филиала. Например, добавим атрибут даты открытия. После создания справочника можем добавить записи этого справочника, то есть получается четыре филиала в сети. Следующее измерение – справочник отделов. Наполняем справочник. Таким вот образом будем создавать по очереди все справочники. Добавили должности уже внутри отделов. Добавляем справочник продуктов. Например, атрибут продукта. Добавим группировочный атрибут группа продуктов. И тоже наполняем справочник. Добавили справочник типов обращений, показатели, которые будут собираться. Ну и вот мы добрались до тех реестров, которые будут уже наполнять продавцы сами. Это, к примеру, клиенты. Атрибута будет фамилия, имя, отчество. Обязателен для заполнения. Изначально элементы создавать не будем, значения клиентов. Следующий справочник – менеджеров продающих. Кто непосредственно будет продавать? Фамилия, имя, отчество аналогично. Ссылка на справочник. Привязанность к филиалу. Соответствие должности. Таким же образом мы еще создадим несколько справочников. Например, это обращение клиентов, где будет фиксироваться фактически обращение клиентов. После этого пользователи уже могут добавлять значения реестра. К примеру, так вот будет выглядеть редактор реестра обращений. Можем настроить удобное отображение, включить нужные колонки. И вот таким вот образом выглядит форма для введения значений. Сейчас у нас клиентов в системе не существует, менеджеров не существует. Давайте также добавим менеджеров и клиентов в систему. Для этого указываем на справочнике признак показа на главном экране. И клиентов также. Для демонстрации добавим клиента и менеджера. Указываем значения строковых полей. Указываем ссылки на соответствие филиалу и должности. После того, как мы добавили клиентов и менеджеров, можем уже фиксировать обращение. Сейчас на этой форме нет какой-либо логики в части автоматизации. В системе предусмотрена возможность создать так называемое правило заполнения. К примеру, проставлять автоматически дату обращения при редактировании номера. Для этого в редакторе справочника в блоке правила мы можем создать правило. К примеру, при редактировании атрибута номер будем проставлять дату обращения по формуле. Например, просто сегодняшнюю дату. При необходимости добавим текстовый комментарий. Карточка редактирования записи автоматизирована по полю дата. Сохраняем изменения. Сейчас мы видим пример уже сложного справочника, который будет представлять из себя довольно-таки большое количество атрибутов. И я продемонстрирую дополнительные возможности для введения реестра. Здесь также управляются с таблицы технические настройки, такие как, например, группировка, является обязательным, является частью уникального ключа. Значения должны быть уникальны и заголовочные атрибуты. Дополнительный функционал истории изменений. Все изменения в системе фиксируются. Возможность настроить бизнес-процесс для справочных записей, то есть согласовывать каждую запись в отдельности, возможность настроить логический контроль. К примеру, дата выдачи документа не может являться ранее, чем дата рождения сотрудника. Здесь мы можем раскидать атрибуты по вкладкам на форме редактирования, чтобы было удобнее редактировать пользователю. То есть здесь мы собрали отдельно контактные данные, сведения по документу, сведения о сотруднике по работе. Ну и далее следующий пример более сложных правил. К примеру, мы можем запретить атрибут номера документа, если это паспорт, или заполнить дату следующей аттестации при проведении текущей аттестации через полгода. Также есть возможность с правилами ограничить варианты выбора в атрибутах, ссылающихся на другие справочники. Как будет выглядеть этот справочник. Ну то есть мы видим тут вкладки, разбитые для удобного редактирования. К примеру, сотрудник прошел аттестацию. И, соответственно, сразу после указания сегодняшней даты запланировали следующую. При необходимости можно провести эту запись по статусу. К примеру, заполнили информацию по сотруднику, перевели в статус заполненный и допустили к работе. После того, как справочки созданы, мы можем уже создать непосредственно форму, в которой будут носиться данные по отчетам. Сейчас мы видим интерфейс навигатора форм. На текущий момент формы существуют, поэтому их нет. И давайте создадим их. Переходим в панель администратора. Пустой интерфейс. Переходим в панель администратора. И создаем структуру для отчета. Здесь мы вводим наименование, выбираем справочники, по которым будут носиться сведения. При необходимости добавляем календарь. Наш отчет будет ежедневный, поэтому указываем сроки отчетов в интервале начала-конец. Гранулярность. То есть отчет будет за каждый день. Настраиваем нужное нам отображение и для удобства наименование. Хранилище создано. Теперь можем уже настроить внешний вид тех форм, которые пойдут пользователям для заполнения. Выбираем группу показателей. Здесь какие у нас есть возможности. Мы можем разбросать измерения по нескольким блокам. Первый блок – это измерения, по которым тиражируется форма. Что это значит? При указании какого-то измерения, точнее его атрибута, конечный документ, в который будут носиться сведения, будет относиться только к этому элементу. Например, мы выбираем измерение для тиражирования филиал. То есть для каждого филиала будет своя форма. Продукты, должности, показатели мы не тиражируем по ним. Добавим тираж по менеджерам, то есть у каждого менеджера будет своя форма. И по календарю форма будет за каждый день. Остальные измерения мы раскидаем по строкам и столбцам, как нам удобно будет заполнять форму. Например, должность продукта, обращение в строке, клиенты в строке, а отчетные показатели в колонке. Настраиваем видимость формы. Допустим, за прошедшую неделю. Все, на этом этапе форма создана и продавцы могут перейти к сдаче отчетности. Форма доступна для заполнения. Как это будет выглядеть на конкретном примере, когда у нас уже несколько продавцов, несколько обращений. Например, вот таким вот образом. То есть здесь мы видим какие-то глобальные фильтры по форме. То есть это отчет по городу Москвы, по городу Москва у менеджера Пушкина. В должности менеджера по продажам. И здесь будем вводить сведения. В боковое меню удобная навигация в разрезе тех прав, которые есть у текущего пользователя. Соответственно, у Пушкина будет только Пушкина, у Иванова только Иванова и так далее. Данные вводятся. Первичные данные можно вносить и сохранять. Возможность настроить под конкретного пользователя в конкретный момент времени, если в этом есть необходимость, также присутствует. Вторая задача. После того, как мы собрали первичные данные, нам хотелось бы собрать сводный отчет. Но помимо сводного отчета мы хотим добавить расчетные поля на первичной форме и добавить какие-то дополнительные сведения уже целиком по филиалу. Для этого в системе SmartForce предусмотрен свой редактор бизнес-правил. К примеру, мы можем здесь настроить правила расчетов. Настройки для каждого правила. Это возможность включения расчета зависимостей, а-ля как в Excel, что происходил расчет под сепочком. И возможность принимать незаполненные ячейки за нулевые. Выбираем. Отчет. И здесь накликиваем мышкой формулу. То есть, например, сумма – это количество, помноженное на цену за вычетом процента скидки. При необходимости добавляем комментарий. Добавим еще один расчет итоговой стоимости, например, за вычетом бонусов торговой сети. И, допустим, добавим еще расчеты, которые будут показывать какие-то суммы. Это суммарные или средние значения на форме с данными. Например, всего по всем продуктам считаем итоговую стоимость или сумму. То есть, указываем группировочный элемент всего, какой показатель, добавляем агрегационную функцию и измерение, по которым будем агрегировать. Каждую формулу накликивать через дерево элементов не обязательно. Если есть какой-то шаблон или заранее написанная формула, можем добавлять их текстом. Например, ставим заранее подготовленную формулу по сумме. По количеству. Суммарные бонусы. Суммарные бонусы. Средние значения по скидке. Средние значения по цене. Давайте посмотрим, как теперь будет выглядеть форму форму с отчетом. Часть столбцов стала расчетными и при вызове расчета там будут результаты вычислений. Давайте создадим сводную форму. Для этого добавим группу показателей в большей гранулярности. Я ее предварительно уже добавил. Она из себя представляет практически ту же самую группу показателей, просто с меньшим количеством измерений, по которым не нужна детализация. И дополнительные атрибуты, которые будут вводиться на уровне сводного отчета, это остатки на складах и дополнительный комментарий. Такие атрибуты могут быть у нас 5 типов, ссылка на какой-то другой справочник, логическое значение, числовое, дата и строковое. Например, комментарий строковый, остатки будет целое число. Выбираем нужную форму. Ну и можем вызвать расчет свода. Данные посчитаны и можем обогатить этот отчет какими-то дополнительными сведениями. К примеру, добавить информацию об остатках на складах и добавить в комментарии, к примеру, то, что нужно, требуется новая поставка. Следующая задача. После того, как отчет собран, сводный отчет собран и посчитан, бизнес хочет, чтобы ответственные люди провели согласование по процессу. Для этого в системе предусмотрен механизм бизнес-процессов. Давайте дадим, например, бизнес-процесс. Назовем его согласование. И внутрь добавим статусы, которые могут соответствовать данные отчета. Здесь настраиваются дополнительные сведения о статусе, наименование, признак начала, признак конца, возможность контролировать целостность и требовать обязательный комментарий. Например, создали черновик, создали статус согласования, настроили переходы из черновика. Черновик будет начальным и конечный утвержденным. После того, как бизнес-процесс добавили в систему, мы можем настроить этот бизнес-процесс на конкретную форму. Здесь указываем, какой статус, каким тиражируемым объектом он будет соответствовать. Можно, как на весь справочник, можно выбрать конкретные элементы, например, только для Москвы или Санкт-Петербурга. Указываем ответственных в этом статусе, кто может читать, кто может редактировать. Вот, к примеру, все, у кого есть права на данную форму. А вот уже в статусе утверждено по всем элементам. Будем разрешать переводить в этот статус только менеджера. Читать данные также смогут все пользователи, а редактировать уже не будет никто. Теперь на каждой форме с отчетом у нас появляется дополнительная кнопка о переводе в статус, и мы можем поменять. К примеру, согласовали. Пытаемся утвердить согласованную форму. Согласование, статус утверждено. Видим предупреждение, что не хватает комментариев. Добавляем обязательно комментарий. Форма утверждена. Ну и здесь списки отчетов, но также можем смотреть, какие формы были утверждены, согласованы или еще находятся в состоянии черновика. Дополнительные возможности, кроме тех, которые я показал. Буквально пару слов. Если у купленных региональных компаний, допустим, есть компании, у которых уже налажен процесс отчетности, мы можем не обязывать вносить все эти средними в ручном режиме, но дописать какой-то дополнительный коннектор и получать сведения в автоматизированном режиме из внешней системы регионального филиала. Также, если нам по каким-то причинам нужно загрузить исторические данные, предусмотренный механизм по загрузке неструктурированных Excel-файлов для формирования каких-то исторических отчетов. Ну и, конечно же, после того, как отчет собран, в реальном времени есть возможность просматривать их в виде дешбордов на портале. Это был кейс по использованию системы для сбора отчетности. И также дополнительно давайте посмотрим, что можно сделать с более сложными расчетами, например, для планирования ведения продаж. К примеру, предварительно была создана форма плана продаж. Здесь вносится сведения по закупкам, себестоимости и отгрузкам уже в разрезе по квартальному. Еще одна форма плана по персоналу. Количество сотрудников, их оклады. План по основным средствам. Общие допущения на текущий год, которые будут использоваться для расчетов финального бюджета. Ну и вот после того, как планы собраны, есть возможность построить уже сложную форму, где фактически вводятся какие-то единичные значения, а все остальное будет тянуться из планов продаж, планов продаж, персонала и основных средств. То есть вот, например, бюджет по балансовому листу. Здесь сразу видим дашборд, который позволяет визуально проанализировать получающийся бюджет, бюджет доходов и расходов. Дашборд тоже посчитан из первичных данных. И бюджет движения денежных средств. Дашборд интерактивный. Можем что-то здесь пощелкать, поменять и сделать соответствующие выводы, а при необходимости поменять планы. Сейчас я хотел бы вернуться к вопросу, который уже задавал Иван. и, возможно, есть какие-то бизнес-задачи, которые бы вы хотели посмотреть на последующих вебинарах. Просьба написать в чатик, и мы рассмотрим такие возможности. Алексей, обрати внимание, там еще во вкладке Q&A появился вопрос. Ответь, пожалуйста. Сейчас. Решение написано преимущественно на csharp.net. Архитектура, серверное приложение. Веб – это rich internet application. Как базу данных мы используем для хранения данных отчетов. Это Postgres, для визуализации и быстрых динамических изменений на дашбордах. Наша собственная разработка – VQ. Как, чем подключать, чтобы визуализировать данные. Как-то отдельно подключаться к данным из отчета нет необходимости. Есть возможность на лету отправлять их в аналитическое хранилище и видеть на дашбордах. Давайте я даже могу что-то из этого показать. То есть бюджет доходов и расходов сразу здесь вводится в сведения. После сохранения данные идут как во внутреннее хранилище в виде отчета, так и сразу же реплицируются в аналитическое хранилище, и дашборды будут меняться. Не обязательно дашборды делать внутри формы, можно сделать отдельный дашборд, который уже не будет связан с формой, и проводить какие-то аналитические работы. Интеграция со внешними справочниками. Внешние справочники есть возможность подгружать как через инструмент загрузки Excel-файлов, также можем грузить типизированные справочники соответствующими тегами. Плюс есть публичный API, REST, можно написать на любом языке, который будет управлять соответствующие запросы. Согласование BP – это только права на смену статуса определенных ролей или, возможно, использовать ЦП как юридически значимое подтверждение операции. На текущих версиях платформы это только у определенных ролей РЦП не поддерживает. Возможность загрузки данных из предподготовленных файлов. На текущий момент мы можем загружать данные из предподготовленных файлов справочных. Что касается данных отчетов, мы можем загружать их только в ручном режиме, создавая разметку для каждого файла в частности. Но в разработке уже находится функционал, который бы позволял загружать данные по строгому шаблону отчетной формы в виде экранки. Наличие API на публикацию данных. Мы можем передать ссылку любому пользователю, он будет заполнять данный отчет. Если есть необходимость строить форму в какую-то стороннюю систему, то также можно передать ссылку в iFrame и работать с отчетом. Я думаю, здесь возможно коллеги прокомментируют более подробно. Но если речь идет о генерации отчетности на основе собранных данных, то здесь как раз можно использовать инструментарий, встроенный в часть Visiology Dashboards, где есть инструмент, который позволяет создавать регламентные отчеты, например, на основе Excel, которые могут использовать как данные, собранные через SmartForms, так и данные, загруженные из других источников. И, соответственно, вот эти отчеты, их можно как, например, рассылать по расписанию, так и запрашивать через API. То есть если нам нужно через API регулярно вытаскивать какой-то отчет определенного формата определенной формы, то вот можно использовать вот этот вот механизм. Если, соответственно, нужно просто запросить данные, то есть у нас были такие кейсы, когда нужно было, чтобы какая-то другая система периодически забирала данные, собранные в SmartForms. Для этого тоже есть API, но, возможно, Алексей это подробно расскажет. Да, давайте я даже покажу. У нас есть RST API в двух версиях уже, который позволяет обрабатывать данные. Работа с бизнес-процессами, работа с атрибутами, с метой. Элементы можем грузить, обновлять, удалять, полностью содержимое справочника менять через внешнюю систему. То же самое касается данных уже непосредственно отчета. Обновление, удаление, получение. То есть все это присутствует в полном объеме. Заполнение данных через сервис. Если только ручное заполнение данных, то это не всегда удобно. Ну, через сервис также любой сервис может использовать API и проводить заполнение. Иван, тут еще есть первый вопрос, просьба помочь ответить про лицензирование. Значит, по поводу лицензирования. У нас есть два типа лицензирования. Значит, первый вариант – это подписочная годовая лицензия на 25 пользователей. Там, в принципе, на сайте она есть. Она стоит 490 тысяч рублей в год. В ней 25 пользователей. Причем это пользователи, ну, они могут находиться в любых ролях. То есть либо там и как аналитики работать, и как операторы Smart Forms, или как администраторы, то есть как угодно их можно распределить. Эту же лицензию можно расширить до 50 пользователей в части Smart Forms. То есть вот оптимальная лицензия, вот эта годовая, она имеет ограничение 50 пользователей максимум. Соответственно, если нужно больше или нужно… или ограничений вот этой оптимальной версии в какой-то мере не хватает, там есть еще, ну, некоторые ограничения, связанные с аналитикой. Соответственно, тогда есть возможность купить серверную версию, которая лицензируется по процессорам. То есть есть стандартная редакция на 16 физических ядер, которая позволяет использовать неограниченное количество пользователей-аналитиков, и в нее входят 25 пользователей Smart Forms. Соответственно, дальше этих пользователей можно докупить. Там на сайте тоже про это есть. Конкретный прайс-лист на серверную версию можно получить по запросу. Напишите нам либо на почту, либо на сайте, и мы пришлем. Да, вот те, кто вводит данным, они тоже лицензируются. Это вот как раз пользователи Smart Forms. Они там относительно недорого стоят, но, тем не менее, они лицензируются. Почему мы к этому пришли? Потому что если с пользователями, которые работают с отчетностью, то там, во-первых, трудно предугадать вообще, сколько их будет. Часто есть там публичные дешборды и так далее. И мы пришли к выводу, что лучше сделать неограниченное, без ограничения его пользователя, ограничивать, по сути, мощностью сервера. Ну, то есть, ограничения. То есть, вот один сервер на 16 ядер, он тянет где-то 100-150 одновременных подключений. Это соответствует тысячам, полутора тысячам именованных пользователей при стандартной нагрузке. Соответственно, а вот с пользователями Smart Forms, поскольку это такое, ну, рабочее место по факту, то мы все-таки приняли решение их лицензировать отдельно, но зато в серверной версии есть возможность в рамках той же лицензии установить модуль Smart Forms на отдельный сервер, тоже в 16 физических ядер. И таким образом, в случае, если нагрузка серьезная, ну, то есть, там, сотни пользователей там и там, то можно вот таким образом в рамках той же лицензии разнести и обеспечить независимость этих контуров, чтобы, ну, там, условно, какой-нибудь аналитик с супертяжелым запросом не сломал систему ввода. Иван, спасибо. Вопрос. Наличие уведомлений для пользователя о сроках отчетности, о просрочке и наличии ошибок. Сроки уведомлений о сроках отчетности и просрочке в текущий момент находятся в планах разработки. По поводу ошибок есть функционал контроля данных. Я его не демонстрировал ранее. Давайте сейчас покажу. К примеру, у нас есть отчет, у нас есть план продаж и мы хотим настроить дополнительную логику для заполняющих данных. К примеру, добавить какие-то формулы, чтобы цена была не ниже себестоимости. Для этого здесь аналогичным бизнес-правилам накликивается формула. Ну или количество продаж не может быть ниже нуля. После того, как такие формулы созданы, на форме ввода появляется дополнительная функциональность по проверке. То есть мы можем вызвать проверку. Сейчас все успешно. Ну и давайте количество. Видим, что была какая-то ошибка. Есть возможность настраивать правила, обязательные для выполнения. В этом случае будут падать именно ошибки проверки. Также есть возможность настроить правила необязательные. В этом случае будет предупреждение и все равно будет дополнительная кнопка на все равно сохранить. Есть где-то тестовый стенд поиграться. Иван, можешь помочь? Открытый стенд поиграться появится, наверное, в ближайшие месяцы. То есть, в принципе, мы сейчас его как раз доделываем уже с подготовленными данными и так далее, которые совсем будут публичные. Туда можно будет зайти поработать. Значит, но сейчас есть возможность просто к нам обратиться, и мы выдадим либо лицензию, что вы у себя поставили, либо еще иногда мы просто в Яндекс.Облаке разворачиваем конкретно под два стенд и даем доступ. То есть это надо просто к нам тоже написать, с коллегами связаться, и они такой доступ могут дать. Коллеги, да, еще момент такой. Если вдруг вспомните какие-то вопросы потом, всегда можно написать либо в чат у нас на сайте, либо написать, например, в комментарии к сообщению в нашем Телеграм-канале. То есть мы там на связи постоянно. Сейчас попрошу коллег тоже ссылочку кинуть на Телеграм-канал. Подписывайтесь, там мы будем, мы всегда публикуем ссылки на вебинары, и там же будет опубликована ссылка на запись этого вебинара. Ну, если вопросов больше нет, тогда благодарим всех. Так, коллеги, всем спасибо за внимание, спасибо за вопросы. Спасибо большое коллеге, мы на связи, обращайтесь, всегда рады. Спасибо.